Установка Windows на данный диск невозможна. Переход с Master Boot Record в Good Partition Table. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами ESETSmart. И в этом видео мы рассмотрим, как преобразовать наш жесткий диск с разметки MBR в GPT с помощью командной строки и с помощью установочной флешки Windows 10. Ведь мы хотим установить его в Windows 10 именно в GPT разметки. Это у нас флешка именно в GPT Windows 10 Professional. И если ваша флешка, если вы устанавливали ранее операционную систему Windows 7, и у вас была разметка жесткого диска в MBR, то вам нужно его преобразовать в GPT. Как это сделать? Ведь у вас нету ни Paragon, ни Acronis, нету дополнительных программных обеспечений. И вам не хотелось бы создавать отдельную загрузочную флешку. И это можно проделать с помощью самой же операционной системы Windows 10, с которой вы хотите установить вашу операционную систему. Давайте это проделаем. Так, включаем наш, подключаем нашу флешку в наш USB разъем нашего системного блока. Включаем наш компьютер, нажимаем клавишу F11. Теперь выбираем нашу флешку именно UEFI, UEFI Jet Flash. Именно эта флешка, загрузочная флешка UEFI с разметкой GPT. Что такое MBR и что такое GPT? Я выбираю Windows 10 X64. Есть разметка жестких дисков как Master Boot Record, это MBR. Есть разметка жестких дисков GPT. Good Partition Table, это и у них различие. UEFI это именно GPT, а Master Boot Record это именно Legacy. Именно вот этим отличается. Поэтому, если вам нужно преобразовать ваш жесткий диск в разметку GPT, вам придется полностью перенести все важные данные, потому что жесткий диск будет полностью отформатирован и преобразован в разметку Good Partition Table. Здесь нет, нажимаем. И вот наша установка в Windows 10. Нажимаем просто далее. Установить. Начало установки. Я принимаю условие лицензии, ставим галочку на него. Нажимаем далее. Выборочная только установка. Как видим, здесь невозможно установить. Ранее здесь стояла операционная система Windows 7. Windows 7. И теперь нам нужно установить именно Windows 10 GPT разметки. Невозможно установить Windows в раздел 1, диск 0. Показать подробности. Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов. В системе UEFI Windows можно установить только на GPT диск. Как нам его преобразовать в MBR диск? Это ведь мы не можем дальше установить. Установка не пройдет. Даже если мы хотим далее нажать, у нас установка не проходит. Для этого зажимаем клавишу Shift F10. У нас есть клавиша Shift и клавишу F10. Нужно кликнуть таким образом. Нажимаем Shift F10 и запустилась командная строка. В этой командной строке нам нужно прописать кое-какие команды, чтобы преобразовать его GPT разметку жесткого диска. Сейчас у нас MBR установлен. Теперь вводим здесь команду Diskpart. Раскладку клавиатуры сразу меняем с помощью Alt Shift. Нажали. И теперь нажимаем клавишу Diskpart. Disk... Diskpart. Нажимаем Enter. Запустился наша команда Diskpart. Теперь вводим следующую команду. ListDisk. List. Пробел. Disk. Нажимаем Enter. Теперь у нас запустился ListDisk. Видим нашу флешку снизу. Это диск 1. Это на 8 гигабайтов. И сверху диск 0. Это у нас на 500 гигабайтов жесткий диск. Давайте теперь выберем наш локальный целевой диск. Весь жесткий диск. Не раздел отдельный. Допустим наш жесткий диск разделен на локальный диск C и D. А также за резервированной системой. Этот целевой диск на 500 гигабайт мы его сейчас выберем. Выбираем Select. Просто пишем Cell. Диск 0. Нажимаем Enter. Выбран диск нулевой. Диск нулевой это у нас на 500 гигабайт. Клиан. Клиан очищает полностью наш жесткий диск. Очистка должна быть выполнена. Диск парт. Очистка диска выполнена успешно. Все важные данные, все наработанные данные ваши будут утеряны. Поэтому позаботьтесь заранее о сохранности ваших данных. Теперь вводим следующую команду. Это у нас Convert. Конверт. Пробел. GPT. Можете мелкими буквами писать. Написали Convert GPT. И теперь нажимаем Enter. Выбранный диск успешно преобразован к формату GPT. Как видим это произошло очень быстро. Теперь можем отсюда выйти. Exit. Можно было прописать следующие команды. Формат файловой системы NTFS. Можно было выставить отдельно жесткий диск и разделить на разделы с помощью командной строки. Но это можно было проделать с помощью именно нашей операционной системы Windows 10. Поэтому закрываем наш диск парт. Завершение работы диск парт. И можем просто отсюда выйти. Закрываем нашу командную строку. Теперь можем обновить. Давайте обновим это все. И наш жесткий диск должен быть как единое целое. Нажимаем Обновить. Ждем какое-то время пока обновится. Вот наш жесткий диск преобразован в GPT разметку. И единственный отдельный раздел создался на 500 гигабайтов. Теперь этот жесткий диск можно преобразовать. Создать раздел на нем. Создать. И здесь пишем на локальный диск сколько вы хотите создать. 100 гигабайтов пишем. Применить. Ок. Вот у нас создался раздел на 450 мегабайт. 100 мегабайтов. 16 мегабайт MSR за резервированной системой. Также 98 гигабайт это основной. А второе пространство мы под логический диск. Нажимаем Удалить. И вот в итоге у нас два раздела. Локальный диск C и локальный диск D. Как видим снизу нет никакой ошибки. И мы можем устанавливать на него операционную систему. Мы с помощью командной строки преобразовали его в GPT разметку. И good partition table сейчас наш жесткий диск. Именно в этом разметке. И мы можем установить Windows 10. Наш жесткий диск полностью был преобразован. Можем нажать далее и у нас пройдет установка дальше. Следующий момент. Если вы не хотите играться с командной строкой. Вы можете полностью весь ваш жесткий диск удалить. И просто нажать далее. После того как вы нажмете далее. Ваш жесткий диск будет преобразован. Но при этом он не будет разделен. Ваш жесткий диск. Но операционную систему вы сможете установить. Но при этом нужно все разделы удалить. Вашего локального диска. Нажимаем просто далее. И у нас происходит копирование файлов. Как видим никаких ошибок не возникает. И мы устанавливаем операционную систему. В разметке GPT. На разметку GPT жесткого диска. И наш Windows 10. В режиме UEFI. Ты мой друг. Подпишись. И на лайки не скупись. Я сниму еще видос. Если вам понравилось. И зашлите мне донат. Буду очень очень рад.